В минувший понедельник оперативное совещание в правительстве республики составилось в несколько необычном формате. Хабиров вел его из Москвы по видеосвязи. Судя по всему, он отбыл столицу нашей Родины для прохождения карантина, необходимого условия для очного присутствия на встрече с Владимиром Путиным. Хабиров будет слушать лично послание президента, которое случится вот уже сегодня в обед. Из-за этого пришлось куда-то изолироваться и сидеть, видимо, под контролем врачей. Нам с вами не придется этого делать. Мы с вами сможем послушать это обращение из любого телевизора или даже утюга. Как бы там ни было, это обращение действительно вызывает массу вопросов и обостренный интерес в свете последних событий, тем более, что господин Песков нам непрозрачно пообещал, что Владимир Путин даст оценку сложившейся ситуации и нас так или иначе эта оценка, конечно же, интересует. Вступление к оперативному совещанию по видеоселектору Хабирову начали с рассказа о том, как здорово господин Дельбаев с товарищами и подружками съездил в Санкт-Петербург на некий туристический форум, который самым крамольным образом назывался тремя иностранными словами, ныне запрещенными на всем пространстве православного мира. Назывался этот форум Russian Travel Awards. Ну, вообще-то теперь по нынешним законам надо это переводить как русская выставка путешествий. Ну, ладно. В общем, в Петербурге случился очередной форум и вот надо же такому случиться. Там, на этом форуме, Артуру Дельбаеву вручили для того, чтобы он передал лично Хабирову некую бронзовую тарелку, обозначающую третье место в Российской Федерации Башкирии по качеству выпускаемых туристических сувениров. Вот такое значимое событие. Глава нашей республики Хабиров Радифаритович тоже получил этот диплом. Вот. И к нему вот такую вот бронзовую тарелку. Я не знаю, сколько миллионов бюджетных рублей господин Дельбаев потратил на свою поездку, но вот эту бронзовую тарелку он оттуда привез, показывал ее в кадре, сотрясал ей и потрясал. Ну, конечно, действительно, это чудовищное упущение со стороны Хабирова. Он должен был лично получать этот столовый прибор как награду в Санкт-Петербурге, но вот упущение это случилось. Но, тем не менее, Хабиров радовался как ребенок. Тут же повелел Дельбаеву изготовить несметное количество копий этой бронзовой тарелки для экспонирования во всех возможных местах, чтобы ее увидели граждане и жители Республики Башкортостан. Ну, действительно, не пропадать же столовому прибору. А то наш, вот эту тарелку и диплом, ну и вот эти ваши, вы выставляете их, сделайте копии и в наших визитцентрах выставляете. А теперь эту тарелку отпечатают тиражом, видимо, больше, чем Шекспира и расставят везде, где только можно. В общем, не удивляйтесь, если вы начнете видеть по всей Уфе и Башкирии какие-нибудь бронзовые тарелки. Знайте, что это награда Радио Фаритовичу, которую передал Артур Идельбаев. Также в рамках вступления к оперативному совещанию заслушали доклад мэра Стерлитамака Газизова Рустема Фаритовича. Рустем Фаритович рассказал нам о открытии первого центра помощи участникам СВО и членам их семей. Стерлитамаки на деньги соды, ну, в Стерлитамаке все делается на деньги соды практически. Забабашили 200-метровый офис, туда насадили всяких специалистов, психологов и родственников, и они, значит, там теперь консультируют членов СВО, участников СВО, и их семьи. Ну, показали красивые ролики, как они сидят, пьют чай с сушками, пряниками. Мужчины в медалях объясняют, как пережить горе от потери своих детей. В общем, вот такие вот назидания и такой вот инструмент у нас случился в Стерлитамаке. Хабиров прямо воспрял духом, выслушал, тут же приказал создать подобные центры в Уфе, в Нефтеканске и в Сибае. Давайте мы сделаем так, поставим себе план создать еще три центра. Коллеги главы муниципалитетов, слушайте, пожалуйста, это в Уфе разумеется раз, в Нефтеканске два и в Сибае три. Все у нас обычно вот так, да, то есть сделаем какой-нибудь центр, приемную, и все станет хорошо. Примечательно, что Хабиров велел устраивать эти центры в государственных помещениях, то есть принадлежащих государству, но финансировать за счет какого-нибудь местного бизнеса. Ну, по модели Стерлитамака, вот в Стерлитамаке есть СОДЭ, которая, значит, готова финансировать подобные вещи. Ну, и вот Хабиров велел подыскать в других городах тоже подобных спонсоров, меценатов, они, конечно же, найдутся. Но есть вопросы, интересные нюансы. Например, в Уфе Хабиров почему-то повелел сделать этот центр на базе исполкома партии «Единая Россия». Он вспомнил, что там у него есть огромный кабинет, в котором он ни разу не был. И вот именно в этом кабинете Хабиров приказал устроить вот этот центр по обеспечению интересов участников СВО и их семей. Где у нас исполком «Единая Россия» сидит, там у меня огромный кабинет, кстати, есть. Я в нем ни разу не был. Я прихожу там только рабочие мероприятия, провожу. Ну, выглядело это, конечно, по меньшей мере неприлично, в том смысле, что Хабиров, по сути, отдал на благие дела то, что самому совершенно было не нужно. Это как-то не очень прилично выглядит. То есть он сам обмолвился о том, что ни разу не был в этом гигантском и шикарном кабинете, не сомневаясь, что там все по последнему слову техники и отличная мебель и прочее, и прочее. И вот, значит, он то, что ему совсем оказалось ненужным, отдал этим, как говорится, нуждающимся. Ну, посмотрим, что из этого получится. Наверное, хуже от этого не станет, от появления этого центра. Ну, единственное, что кому-то придется, конечно, платить за все это великолепие. Ну, нам ли привыкать к этому? Прочаковской в этот раз на оперативном совещании не было, как, кстати говоря, и многих руководителей ведомств. Ну, вместо нее на арену вызвали докладывать о чаяниях несносных граждан. Черенкова Дмитрия, который также по видеосвязи, которая у него работала чрезвычайно плохо, сообщил нам о том, что же беспокоило жителей республики на минувшей неделе. В ЦУРе, видимо, не только конструкция здания ползет к реке вниз по склону, но и, собственно, рвутся провода, потому что у Черенкова все время были какие-то проблемы со связью. Он все время там таращил глаза и спрашивал, слышно ли его хоть кому-нибудь. Добрый день, Радий Федорович, добрый день, коллеги. Раз, раз, раз. Слышно, слышно. Ну, время от времени его было слышно. Рассказал он, собственно, о той же самой ситуации, которая сложилась, в общем-то, уже в последние много-много недель. Больше всего граждан волнует ЖКХ и, кстати говоря, в основном волнует стоимость отопления. Перетопы в январе и феврале колоссальные, дикие, абсолютно. Там, где греют батареи, они греют совершенно избыточно. Объясняется это очень просто. Российский газ, нефть и мазут практически перестали покупать в Европе. Сбыт упал, девать некуда. Кому-то надо продавать. Будем продавать в виде тепловой энергии собственным гражданам. И потому в квартирах по 26, по 28 градусов, повторюсь, там, где батареи работают. Иногда они вообще не работают. Но где работают, там они вот работают вот так. И по тому же ЖКХ, это основной вопрос, это именно платежки. Потому что приходят совершенно неимоверные счета за январь и февраль. И тут, конечно, чудовищная ситуация. На втором месте в рейтинге проблем, беспокоящих граждан республики, благоустройство. На самом деле, эта речь, конечно же, идет о том, что дворы и проезды превратились в непроходимые препятствия. И, собственно, это относит к вопросам благоустройства. На третьем месте дороги, которые не чистят. А где снег растаял, выяснилось, что там и асфальт вместе со снегом куда-то делся. На четвертом месте медицина. Ну, тут уже, как говорится, наверное, добавить нечего. Пятое место соцобслуживание. Дальше образование, транспорт, строительство. На девятом месте мобилизация. И на десятом – экология. Черенков отметил, что неубранный снег во дворах и проездах естественным, природным образом превратился в лед и наледь, которая тоже не устраивает несносных граждан. Эти бессовестные жители Республики Башкортостан, вместо того, чтобы смириться, улыбаться и благодарить дорогого Радио Фаритовича за чудесную погоду, они жалуются на то, что невозможно ходить по тротуарам, по дворам. Эти несносные граждане не готовы жертвовать свое здоровье и отдельно взятые конечности в угоду тем, кто окончательно разворовал систему ЖКХ, тем, кто не умеет организовать уборку дворов и улиц. Ну, вот, прям действительно возмутительное поведение населения. Население безобразное и массово жалуется на эти проблемы. Далее последовал триединный доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Ирина Александровна Голованова, исполняющая обязанности министра ЖКХ, доложила о том, что 15 аварийных отключений чуть меньше 8 часов случились в республике на минувшей неделе, они затронули 25 тысяч человек, 4 аварии длились более 8 часов, из них 3 аварии произошли в Уфе, а также Голованова упомянула о том, что существуют некие плановые отключения, вообще вот этот термин «плановые отключения» воды, электричества, отопления, не дай бог канализации, как-то уж больно уж основательно входит в наш повседневный лексикон, и вот эти вот плановые отключения, вот задумайтесь в сам термин, что вам по плану будут время от времени отключать воду, свет и газ. Ну, то есть это что-то очень уж похоже на какое-то военное время, когда вот, значит, ну вот бомбят, там взрывают, не знаю, там какие-то перебои и прочее, да, то есть вот, ну вот так было во время войны, там и люди понимали, да, вот я имею в виду Великую Отечественную войну, люди понимали, что, ну, такая вот ситуация. А сейчас у нас, ну, как бы мирное время, вообще-то, да, до июра. И вот плановое отключение ресурсов в миллионных городах уже становится такой заурядной формулировкой. Пугает, если честно, эта ситуация. Хабиров выслушал Голованову и дал одно необычайно уместное поручение. Да, особо снега нету, там активизируйте работу муниципалитетов по уборке того, что накопилось. Ну, видимо, да, если вот такое указание не дать, то муниципалитеты будут находиться в том самом сонном положении, в котором они находились. На самом деле здесь дело не в том, что они впали в какую-то зимнюю спячку или у них там какая-нибудь вегетососудистая дистония. Дело в том, что муниципалитеты давно и основательно сидят на голодном пайке. И вот в неофициальных беседах представители администрации районов и городов республики просто ужасаются тому, той ситуацией, в которую попали эти муниципалитеты в плане и финансирования жилищно-коммунальной сферы и прочих вещей. Куда деваются вот эти миллиарды ЖКХ или миллиарды за отопление? Мы, конечно, знаем, братья Ковальчуки цепко держатся за эту кассу и практически мало что остается муниципалитетам и управляющим компаниям. Все вот уходит сразу куда-то туда-туда и исчезает во тьме. Но, повторюсь, ситуация с ресурсами и с финансами у муниципалитетов просто катастрофическая. Потому требовать от них активизации практически невозможно. За исключением, наверное, города Уфы, у которого, в принципе, денег побольше, я бы сказал, достаточно хотя бы на уборку снега. Но тут, сами знаете, наш новый нынешний мэр снег не убирает принципиально. И вот сегодня во вторник с утра снег сыпет и сыпет. И мы, печально на это взирая, понимаем, что, как говорится, город пропал совсем. Господина Клебанова не было на совещании в Белом доме. Не знаю, где уж он там пропадает. Есть предположение, конечно, что он поехал утрясать свою проблему с ДТП в Москве. Но это, как говорится, не точно. И вместо него выступала его некая заместитель, которая находилась в ранге исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного строительства, Минакова Любовь Викторовна. Я, честно говоря, даже не знаю, кто это такая. Вполне себе симпатичная барышня. Рассказала она нам очень немного. В частности, рассказала она нам о том, что количество ДТП, количество пострадавших в ДТП и количество погибших продолжает быть на самом минимуме в республике. В Башкирии 39 ДТП случилось за минувшую неделю, 42 человека пострадало и только 2 погибло. Ну, 2 это мало. Просто я не к тому, что 2 это хорошо, а 2 это мало. Более того, был отмечен необычайный феномен. В минувшее воскресенье в Башкирии не пострадало и не погибло ни одного человека в ДТП. Это было даже отдельно отмечено руководителем ГИБДД Севастьяновым, как аномальное положительное явление. Вот надо же, надо же. Ну, будем надеяться, что это перестанет быть исключением и будет так же и дальше. Пока не знаю, пока не могу сказать точно, действительно ли здесь животворящее воздействие господина Клебанова на ситуацию. Либо все-таки он нашел тот золотой ключик к статистике ГИБДД и научился ее регулировать. Не знаю, посмотрим, но пока результаты действительно очень обнадеживающие. Чего не скажешь про господина Гумирова, у которого в этом году какие-то прямо рекорды по количеству погибших на пожарах. Мы уже говорили о том, что совершенно ненормально и необычно то, что количество погибших за два месяца в пожарах в республике Башкортостан превысило вдвое количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чего, конечно, раньше не бывало. Как известно, Хабиров получил в Москве очередную плюху от федеральных чиновников. Хабиров ему вставили за то, что он не проявляет должного внимания к загрязнению атмосферного воздуха Стерльтамака и Салавата. Очень серьезная была претензия к нему со стороны вице-премьера федерального правительства. Как-то ему потребовалось, видимо, немножко реабилитироваться внутренне от этого потрясения. И Хабиров пожелал насладиться очередной иллюзией того, что в республике что-то происходит, что-то делается и что-то свершается. И заслушали Эльшата Азаматовича Тажидинова, который рассказал нам доклад о реализации национальных проектов в 2022 году. Ну и планах на 2023. Собственно, подобный доклад – это, на самом деле, обзор всей экономики республики, любого региона, потому что только национальные проекты несут в себе достаточную финансовую энергию для строительства или вообще созидания хоть чего-нибудь значимого. Потому что внутренний собственный бюджет республики практически полностью расходуется на текущие расходы на финансирование бюджетников, ну и время от времени на банкеты для высшего руководства региона. Тажидинов сообщил нам о том, что общая сумма финансирования национальных проектов в республике Башкортостан в 2022 году составила почти 50 миллиардов рублей, 49,7. Освоил он эти деньги на 95,1%, причем Тажидинов никак не объяснил, почему он не смог освоить целых 2,5 миллиарда денег, которые ему были любезно предоставлены. 2,5 миллиарда – это, блин, две большие школы, между прочим, которых там так не хватает, республики. И вот Тажидинов не смог их освоить. Ну, не смог так не смог. По утверждениям Ильшата Азаматовича, в республике за 2022 год было построено или введено в строй, как он выразился, 5 школ, на самом деле 3. 2 детских сада, не знаю точно, правда ли сказал Тажидинов. 4 неких инфраструктурных объекта, тут Тажидинов не расшифровал, что это такое. 5 объектов водоснабжения, тоже непонятно, может маленькие насосы, может колодцы, а может целые водоканалы. 9 автодорог в списке Тажидинова, тоже какая продолжительность дорог, сколько километров. И вообще построил он их или просто отремонтировал, тоже не уточнил. 55 фельдшерских и акушерских пунктов. Правда, Тажидинов не уточнил, что в этих фельдшерских и акушерских пунктах на данный момент нет медицинского персонала, но зато стоят избушки. 3000 единицы медицинского оборудования за счет национальных проектов смог закупить Тажидинов. Ну да, мы знаем, как через медтехнику госпожа Эксанова по заказу управления капитального строительства закупает вот эту самую медтехнику, вот эти самые аппараты УЗИ. То есть я бы тут на месте Тажидинова не особенно гордился. А еще 22 300 квадратных метров ветхого жилья были расселены за счет национальных проектов. Ну, прямо скажем, это довольно скромная цифра, потому что, ну, это где-то примерно 480-490 квартир. Не так уж и много. За год, да еще на деньги могучего государства, скромненько, 126 обустроенных общественных территорий в списке достижений Ильшата Азаматовича. Ну, мы знаем насчет этих обустроенных общественных территорий. Какие-нибудь парки Кашкадана, то его хуже, какие-нибудь детские площадки с железными турниками. Ну, и 27 учреждений культуры подверглись капитальному ремонту на те же самые деньги, которые были вот эти вот 50 миллиардов рублей. В общем, конечно, если честно, немножко тревожно за эти 50 миллиардов, учитывая, что распределяет и модерирует эти гигантские деньги Ильшата Азаматович Тажеддинов, ну, известный в широких кругах специалист по освоению крупных сумм, в общем, конечно, вот этот отчет звучал весьма двояко. Но теперь про планы 23-го года. Тажеддинов делал мажорный доклад, он прямо пытался радовать дорогого Радио Фаритовича, но если читать между строк, то получается такая интересная штука. В 23-м году объем финансирования национальных проектов, напомню, единственный фундаментальный источник для развития региона, так вот этот объем снизится сразу и резко на 28%. Вместо 50 миллиардов рублей 22-го года мы получим только 35 миллиардов рублей. Отминусуйте галлопирующую инфляцию, отминусуйте удорожение многих и многих позиций при строительстве и создании каких-то капитальных объектов, не говоря уже о медтехнике, и мы понимаем, насколько в материальном выражении снижается эффект от нацпроектов в Республике в 23-м году. Судя по всему, пресловутые башкиры с папочками потерпели сокрушительное поражение в коридорах Федерального Министерства Финансов. Башкирии отказаны от избыточного или достаточного финансирования в 2023 году, иначе 28-процентное падение финансирования я объяснить не могу. Тажетинов, кстати говоря, остановился и на деталях. Например, то самое расселение ветхого жилья в 2023 году, и без того достаточно скромное, снизится еще на 25%. С учетом повышения стоимости квартиры и так далее, вы понимаете, что вместо 450-490, дай бог, если расселят 300 квартир. Количество новых ФАПов при этом вырастет на 50%. Видимо, тема зашла. Но благоустройство территории снизится на 5%. Тем не менее, Тажетинов обещает, внимание на формулировку, ввести в эксплуатацию за 2023 год 6 школ. Ну, вполне себе вероятно, что они все-таки вымучают вот эти вот школы, которые строятся чуть ли не десятилетиями, и запишут их в актив 2023 года. Не уверен, что они за год смогут построить какую-нибудь хоть одну новую школу с нуля. Вот чего-то будут дозапускать. Также 6 больниц и поликлиник Тажетинов обещают ввести в строй, но тоже лукаво умалчивает. Это капремонты, это реконструкции или действительно строительство новых медучреждений, в которых остро нуждается Республика Башкортостан. Ну и 7 учреждений культуры, но не цирк, но не цирк. 7 вместо 27 в прошлом году будут отремонтированы. Завершил свой доклад Ильшат Азаматович просто феерически. Процитирую дословно. Доклад закончен, Радий Фаритович. Спасибо за понимание. Радий Фаритович, у меня доклад закончен. Спасибо за внимание. Вот именно. Я дважды переслушал эту фразу. Он именно так сказал. Спасибо за понимание. То есть, ну, видимо, забыл добавить, что прошу понять и простить, потому что, ну, при чем здесь понимание, я не понял вообще. То есть, понять доклад Тажетинову было несложно, но, видимо, он хотел какого-то сочувствия, прощения, я не знаю, какой-то индульгенции за то, что он наговорил в этом докладе. И, действительно, конечно, пора бы уже перестать в этом заведении менять местами кровати. Нужно уже менять тех, кто на них, как говорится, трудится. Потому что, ну, видеть Тажетинова распределителем средств национальных проектов уже в Башкирии стало как-то совсем уже неприлично. Завершили оперативное совещание еще одним психотерапевтическим докладом персонально для Радия Фаритовича о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в 2022 году и перспективах этой промышленности в 2023 году. Делал доклад министр сельского хозяйства Фазарахманов Илшат Илдусович. Илшат Илдусович сходу отметил, что в 2022 году был рост производства сельхозпродукции по всем буквальным наименованиям. Ну, жаль, конечно, что сотни тысяч тонн зерна из того рекордного урожая, который пришелся на 2022 год, сотни тысяч тонн зерна так изгнили на полях. До сих пор лежат огромные гурты, укрытые полиэтиленом. Я полагаю, что до третьего урожая 2022 года пропало. В республике нет мощностей хранения. Собственно, произошли неприятности с экспортом вот этого низкосортного зерна в третий мир Сирия и прочее, Египет и так далее, и так далее. Сгнила, треть сгнила. Но, тем не менее, рекорд зафиксирован, и мы продолжаем им гордиться. Также Фазрахманов рассказал нам, что средний прирост производства продуктов питания в Республике Башкортостан составил 3% по отрасли. Чтобы понять, много это или мало, этот же самый прирост в среднем по Российской Федерации составил только 0,4%. То есть, практически в 8 раз рост был больше в Башкирии, чем в среднем по Российской Федерации. Но это утверждает министр Фазрахманов. Вообще, у нас здесь молочные реки и кисельные берега. Судя по докладу Фазрахманова, у нас и еды, и продуктов, и уже переработанных продуктов питания просто завались. 16% прирост производства мяса всех видов и сортов, 46% прирост производства сахара, 38% прирост крупы, 10% рост производства растительного масла, плюс 8% хлебобулочные изделия, 15% рост производства сливочного масла, и аж 86% прирост производства мясных консервов. Ну, то есть, это просто какой-то продуктовый рай. Однако, вот этот вот реальный или мифический, нарисованный на бумаге, я не знаю, и мы не верим Фазрахманову точно, прирост объемов производства пищевой промышленности никак не повлиял на стабилизацию розничных цен на продукты в Республике Башкортостан. Рост цен за 2022 год составил от 15% до 100% по различным позициям на продукты питания широкого потребления. Речь не идет о деликатесах, о сырокопченых колбасах, о свежей рыбе, которой у нас, в принципе, нет в Республике. Но вот реальность такова. От 15% до 100% возросли цены на различные позиции. Совсем недавно об этом заявил один из депутатов госсобрания Ильгам Галин. Как-то он так достаточно громко и в прессе, и в СМИ тиражировалось его заявление о том, что у нас возмутительно поднялись цены. Так вот, в Курултаяж случился целый процесс над этим самым Ильгамом Галином. Его там всячески осуждали, упрекали и прочее. Вообще у нас про рост цен говорить запрещено. У нас вот нельзя говорить, что растут цены. У нас можно говорить о том, что у нас прирост промышленного и сельскохозяйственного производства. А вот про цены говорить стало совершенно невозможно. В частности, в этом докладе Фазрахманов упомянул о том, что Республика Башкортостан занимает седьмое место в Российской Федерации по производству растительного масла и десятое место по производству сахара. Ну еще бы! Это любимые семейные темы Фазрахмановых. Именно на этих продуктах и сидит семейство Фазрахмановых многие годы, если не десятилетия, занимаясь именно этими товарными позициями. Впрочем, терапевтическое действие произошло. Хабирова отпустило, он был очень доволен, улыбался, очень хвалил комбинат Буздягский, требовал от правительства всячески помогать ему кредитами и продвижением на рынке. Отдельно Хабиров восхитился реализацией еще одного своего проекта – это молочная кухня. По утверждениям господина Гусева, уже 26 тысяч человек удалось вовлечь в потребление продуктов в башкирской молочной кухне для младенцев. Причем Гусев тщательно избегал темы того, что вся эта система, любимое детище, я бы сказал, бизнес Хабирова, она держится на разнообразных, многосторонних преференциях со стороны государства. Тут и помещение, которое они получили, тут и возможность зайти в поликлиники, в аптеки и так далее, и так далее. Во-первых. Во-вторых, какие-то дотационные возможности. При этом эта молочная кухня во многом, не на 100%, но во многом продукцию свою просто продает, продает на рынке. То есть это на самом деле все равно коммерческое предприятие. Вот настолько опекаемое и патронируемое лично Хабировым, мы уже там, наверное, десятый доклад Гусева слышали о том, как замечательно развивается у него молочная кухня. Дело-то, конечно, богоугодное. Вопросов нет. Младенцев нужно обеспечивать качественной молочной продукцией. Но давайте посмотрим, за чей счет и в чьи карманы уходит прибыль от предприятия, которая, повторюсь, самым тщательным образом спонсируется, датируется и патронируется государством и государственным бюджетом. Спасибо. 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 Спасибо.